Семья – самое главное и самое ценное, что есть у человека. Но помимо желания пары создать ячейку общества и ради детей, первым делом нужно создать комфортные условия для жизни. В правительстве считают, что проблемы, с которыми сталкиваются семьи, нужно решать общими усилиями. О проблемах и их решениях говорили на площадках социального форума в Ульяновске. В рамках подготовки к форуму был запущен опрос среди семей, что нам нужно сделать еще дополнительно, чтобы действительно у нас ситуация улучшилась. По итогам площадки дискуссионной у нас будет принята резолюция. Мы будем рассматривать несколько нормативных актов. И действительно мы сегодня придем к пониманию, какие нам акты нужно принять вновь или действительно какие нужно внести изменения. На обсуждение пригласили представителей многодетных и молодых семей для того, чтобы услышать от мамы и пап, какие законы и проекты, на их взгляд, необходимо предложить и представить на широкое обозрение в правительство. Среди острых вопросов выделяемые субсидии, отцовский капитал, заработные платы мам после декрета. Это далеко не весь список примеров, которые помогут семьям. Мы предлагаем поддерживать те семьи, которые мы действительно можем выделить, как будут полученные. Что это семьи, где действительно родители занимаются своими детьми, где родители не лишены родительских прав. Не стоит забывать и о немногодетных семьях. Елена Ульянова, мама двоих маленьких детей, в настоящий момент находится в декретном отпуске. В сентябре 2020-го она подала заявление на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. Половина прожиточного минимума – около 5,5 тысяч рублей на одного ребенка. Достаточно существенная поддержка для семейного бюджета семьи Ульяновых. В апреле этого года Елена планирует вновь подать заявление на перерасчет пособия. Никакие документы собирать не можно. Мы подавали через госуслуги, что очень удобно. То есть, просто заполнили форму, необходимые данные внесли и, соответственно, отправили это заявление непосредственного ведомства. Молодцы пока полтора года. Мы планируем, когда исполнится три года, также подать данное заявление. Если детей в возрасте от 3 до 7 лет, несколько выплаты положено на каждого ребенка. Поддержка семей ведется по нацпроекту «Демография». Алина Тихонова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.